Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим машинно-аппаратурные схемы линий для формования шоколадных изделий без начинок. В современном кондитерском производстве формование шоколадных изделий осуществляется на специальных автоматах, представляющих собой комплекс технологических машин, последовательно соединенных между собой транспортирующими устройствами. Поэтому правильнее было бы их называть не автоматами, а поточными линиями для формования шоколадных изделий. Основным способом формования шоколадных изделий является отливка шоколадных масс в металлические, пластмассовые формы, в крахмальные формы. В зависимости от вида шоколадных изделий поточные линии для их формования можно разделить на три группы. Первая группа. Поточные линии для формования шоколадных изделий без начинок. Поточные линии для формования шоколада с начинками и изготовления пустотелых шоколадных фигур. Универсальные линии для изготовления шоколадных изделий как с начинкой так и без начинки. Поточная линия для формования плиточного шоколада. Она состоит из двух потоков. В первом потоке установлены отливочная машина 2 с подающим транспортером 1, вибрационная машина 3, 7. Охлаждающая камера 9, машина 10 для выборки плиток из формы, транспортер 12. Первый поток соединен транспортером 14 со вторым, где установлена камера 13 подогрева форм. Рядом с автоматом устанавливается темперующая машина, из которой шоколадная масса подается в воронку отливочной машины. Формы на транспортерах линии не закрепляются и свободно переходят с одного на другой. Подогретые в камере 13 до температуры шоколадной массы формы транспортером 14 подаются на транспортер 1 отливочной машины 2, которая с помощью дозатора заполняет формы шоколадной массой. Далее формы переходят на вибрационную машину, состоящую из трех вибрирующих лотков 4, 5 и 6 и двух поворотных кругов 3 и 7. Формы проходят вначале по лотку 4, затем поворачиваются кругом 7 и переходят на лоток 5. Пройдя этот лоток, форма переносится поворотным кругом 3 на лоток 6. При прохождении по вибрирующим лоткам формы несколько подбрасываются и при падении на поверхность лотка ударяются о него. Многократные ударения формы способствуют заполнению шоколадной массой всех углублений рисунка и удалению из массы пузырьков воздуха. Затем формы переходят на транспортер охлаждающей машины 9 с устройством 8 для очистки боковых сторон формы. Очищенные формы далее движутся через две вертикальные шахты охлаждающей камеры, где шоколадная масса затвердевает. Машина 10 производит выборку шоколадных плиток, которые отводятся транспортером 11, а пустые формы передаются на транспортер 12 и вновь поступают в камеру подогрева 13. Рассмотрим еще одну поточную линию для формования плиточного шоколада. Линия предназначена для отливки плиток размером 100, 50, 18 грамм из жидких и густых шоколадных масс, а также шоколада с примесью измельченного ореха. На непрерывном двухцепном конвейере 6 закреплены формодержатели, на которые устанавливаются съемные формы. Формы наполняются шоколадной массой в отливочной машине 7 и проходят через вибрационное устройство 5 для уплотнения массы и удаления из нее пузырьков воздуха. Здесь формы движутся по направляющим, которые получают вибрацию от валов с дебалансами. Для того, чтобы вибрация форм не передавалась по цепям конвейера, формы приподнимаются над конвейером при помощи постоянных магнитов. В охлаждающей камере 3 формы последовательно проходят через несколько горизонтальных ярусов конвейера, поднимаясь в верхнюю камеры. Для того, чтобы при переходе с яруса на ярус форма не переворачивалась, формодержатели закреплены на цепи при помощи шарниров. На концах рамки формодержателя установлены ролики, входящие в короткий горизонтальный паз. Когда шарнир формодержателя переходит вверх через межярусные переходные звездочки 4, направляющая также поднимается вверх, поддерживая формодержатель в горизонтальном положении. Циркуляция воздуха в охлаждающей камере создается четырьмя вентиляторами с индивидуальным включением. Воздух подается таким образом, что температура в средней части камеры ниже, чем у ее входа и выхода. Пройдя камеру, формы опускаются на вертикальной ветви транспортера, и на звездочках 2 переворачиваются вниз ячейками. В устройстве 9 для выборки шоколада формам сообщается вибрация, благодаря чему шоколадные плитки выпадают из ячеек на пластины конвейера 10, отводящего плитки к транспортеру готовой продукции 1. Пустые формы проходят через камеру подогрева 8, где установлено 60 ламп инфракрасного излучения, разделенных последовательно на три группы. С целью лучшего поглощения тепла наружная поверхность форм окрашивается темной матовой краской. Из камеры подогрева формы возвращаются к отливочной машине. Движение всех рабочих органов строго синхронизировано. Все узлы автомата приводятся в движение от общего электродвигателя с редуктором, установленных в нижней части охлаждающей камеры. От редуктора идут две цепные передачи для привода цепного конвейера с формами, пластинчатого транспортера и транспортера готовой продукции, а также продольный вал к отливочной машине. Управление автоматом осуществляется с центрального пульта. Расположение обратной ветви конвейера под рабочий делает автомат компактным, с высоким съемом продукции с одного квадратного метра занимаемой площади. Далее рассмотрим поточную линию для формования плиточного шоколада с минимальным содержанием жира в 26%. Конструкция отливочных машин позволяет формовать шоколад с различными добавками, например, с дробленными орехами, вафлями и тому подобное, вводимыми в массу. Наличие двух отливочных машин позволяет вырабатывать одновременно два вида шоколадных плиток. Отличительной особенностью этой линии является автоматическая подача шоколадных плиток в заверточные автоматы. Формование плиток происходит следующим образом. Темперированная шоколадная масса отливочными машинами 1 и 2 заливается в формы, которые непрерывно поступают к ним по нижней ветви транспортера 3 из зоны 5 подогрева форм, расположенной под вибротранспортерами 4. В ней смонтировано 90 нагревателей инфракрасного излучения мощностью по 300 ватт, которые разделены на три группы. Комбинация этих групп позволяет включать 20, 40, 60, 80 и 100 процентов нагревателей и соответственно более слабо или более интенсивно подогревать формы. Формы шарнирно закреплены на цепном транспортере 3 длиной около 200 метров. Их можно легко снять или поставить на транспортер в месте поворота транспортера перед отливочными машинами. При изготовлении шоколадных плиток различного развеса, например 100 или 50 грамм, формы для этих видов изделий устанавливаются на конвейере поочередно. Каждая из отливочных машин заполняет соответствующие формы. 24 формы в минуту. Заполненные шоколадной массой формы поступают на вибротранспортеры 4. Для уменьшения шума, обычно возникающего при встряхивании форм, секции вибротранспортера заключены в деревянный кожух, а сами формы принудительно перемещаются цепями над поверхностью постоянных магнитов. Каждая из шести секций вибротранспортеров имеет самостоятельное регулирование. После вибротранспортера формы поступают в охлаждающую камеру 6. Последовательно пройдя 9 ветвей охлаждающего транспортера, формы опускаются по его вертикальному участку, перевертываются и движутся обратно в сторону отливочных машин. На этом участке под действием вибротранспортеров шоколадные плитки выпадают из форм на пластинчатый конвейер 8, а пустые формы на пути к отливочным машинам подогреваются. В камере 6 формы с шоколадом охлаждаются в течение 19 минут. Циркуляция воздуха в зоне более интенсивного охлаждения 11 и в нижней зоне 12, зоне акклиматизации, создается четырьмя расположенными попарно центробежными вентиляторами 7, имеющими самостоятельное включение. Для контроля режима охлаждения служат термометры. Охлаждение шоколадных плиток до температуры близкой к температуре воздуха цеха позволяет направить их на завертку без длительной выстойки. К заверточным автоматам плитки подаются от пластинчатого транспортера 9, четырьмя ленточными питателями 10. Плитки лежащие параллельными рядами на пластинах транспортера 9 автоматически сбрасываются на ленточные транспортеры, расположенные попарно с обеих сторон транспортера 9. В случае вынужденной остановки одного из заверточных автоматов, плитки поступают на резервный ленточный транспортер 8, с которого их снимают вручную. Схема участка автоматической завертки более подробно показана на слайде. По обе стороны пластинчатого транспортера 6, выходящего из охлаждающей камеры 1, установлены заверточные автоматы 5 для плиток массой 100 грамм и 7 для плиток массой 18 граммов. Под верхней рабочей ветвью транспортера 6 располагаются поперечные ленточные транспортеры 3, передающие плитки на ленточные питатели 4 заверточных автоматов. При случайной остановке одного из автоматов изделие отводится транспортером 8. Отформованные плитки шоколада выходят из охлаждающей камеры 1 на пластинах транспортера 6. Пластины шарнирно крепятся к двум параллельным цепям 9. При подходе к соответствующему ленточному транспортеру 3 пластина наклоняется и плитки сходят с нее на этот транспортер. Он передает их на ленточные питатели 4 заверточных автоматов 5 и 7. Для того, чтобы плитки не задерживались на наклонных пластинах транспортера 6 и синхронно переходили на ленты 3, применены качающиеся сталкиватели 2, которые при повороте пластин опускаются к их поверхности и принудительно сталкивают плитки на ленты 3. В этой видео лекции мы с вами рассмотрели машинно-аппаратурные схемы линий формования шоколадных изделий без начинок. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, поделитесь этим видео с теми, кому оно могло бы быть интересным. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!